Либо-либо. Илёх, ты тут? Да. Всё, дай отмашку. Белый флажок. Помаши мне рукой. Ты хочешь, чтобы помахал тебе белым флажком уже сейчас? Если мы только начали. Привет! Это подкаст «Два по цене одного». Моего ведущие Саша Поливанов и... Я. Илья Красильщик. С нами студия подкастов «Либо-либо», которым мы очень благодарны. И мы даже не записываем новый выпуск сейчас, а перезаписываем. А, перезаписываем. Да и мы пишем другой выпуск. И тебе умолчить. Мне, кстати, понравился предыдущий выпуск. Нет, предыдущий выпуск отличный. Я дело в том, что пытаюсь слушать немецкий общественно-политический подкаст, который выходит раз в неделю. Я не смогу его пока слушать, потому что он длится два часа. Но поскольку они говорят сложно, я его включаю со скоростью 0.8. То есть он длится больше, чем два часа. И я ехал какой-то момент два с половиной часа на машине. И я просто вышел. У меня просто как бы практически, я не знаю, просто глаза чуть не вытекли, и уши чуть не лопнули. Не от дороги, а потому что я просто не мог. Я думаю, что из этих двух с половиной, где-то полтора, я просто не понимал, что происходит вообще уже. То есть я какие-то слова выхватывал. Тут я включаю наш выпуск. Тоже на 0.8? Да, я думаю, себя слушаю. Но реально человек немножечко, ну как бы... Ну он либо таблеточку какую-то прогласил, транквилизатор, либо реально бухой. Друзья, слушайте нас на скорости 1, 1.2 и даже полтора, но не слушайте нас на 0.8. Дело в том, что я когда слушаю наш подкаст, то его слушаю как раз на полтора или на 1.25. О, мы такие хорошие на полтора, я еще хочу сказать. Когда вырезаешь из нашего разговора всю херь, спасибо всей студии подкаста в «Люб-либо», которую в большом количестве людей этим занимается, а потом еще и нас ускоряешь, просто скорость работы моего мозга мне очень нравится в этот момент. И главное, насколько процент полезного он его дает. Процент полезного все равно оставляет желать лучшего. Когда-то мы хотели записать подкаст о качестве жизни, но потом поняли, что о качестве жизни нам говорить очень скучно, и мы будем говорить просто о характеристиках города, которые нам кажутся важными, и от которых нам комфортно или некомфортно. У Поливанова есть огромный опыт жизни в Риге и Москве. В Павии, Гетеборге, Париже. В Париже ты не жил, камон. Слушайте, два месяца, мне кажется, это вполне нормально. Ты два месяца жил в Париже? Да. Когда? В 2011 году. А что ты там делал? Не в 2011, в 2009. А что ты там делал? Мой друг, который там учился, написал, что он уезжает на два месяца и сдает свою квартиру за 500 евро в месяц. Я сейчас это помню очень хорошо. А я тогда искал квартиру в Москве, и у меня была виза. А у меня как раз был бюджет типа 500 евро. Я подумал, почему бы не пожить? И я пришел в Лентуру к своему начальству и сказал, ребята, либо я работаю удаленно следующие два месяца, либо я увольняюсь. Они сказали, работай удаленно. И я уехал. А представляете, они сказали бы, увольняйся. Да было бы классно. Возможно, вся моя жизнь пошла бы по-другому. Наоборот, он был бы сейчас в топ-чартах шведского... Шведского института. Да-да-да. Ладно. Хорошо. Короче, я не могу сказать, что я нигде не жил. Нет, хорошо, хорошо. Действительно, это больше... Два года жизни в Софии, в Болгарской. Нет, подожди, это не считается. С нуля до двух? С семи до девяти. Ну, хорошо. Ладно, окей, хорошо. Я пытался тебя унизить, у меня не получилось. Не получилось? Не получилось. Я еще хотел пару слов сказать про журнал «Экономист» и прочие издания, которые любят рейтинги качества для жизни, потому что ты их открываешь, а там какой-нибудь громкий заголовок, я не знаю. «Вена признана самым удобным городом для жизни» или «Копенгаген самое классное место для жизни в мире». И ты думаешь, как это применить на себя? Короче, там такая-то какая-то абстракция, что я никогда их очень серьезно не воспринимал. Не-не, подожди, стоп-стоп. Почему абстракция? Почему абстракция? Совершенно конкретика. Вот 2024 год, топ-3 городов. Как бы от нас далеко не надо ездить. А что там первые? Вена, да? Вена, Копенгаген, Цюрих. А, да, я даже попал в оба, да. Пятое место делит Калгари и Женева. И я должен сказать, что я был в этих всех четырех городах, я не был в Калгари, но, честно говоря, вот этот список... Не, ну Копенгаген супер, но я просто каждый раз, когда приезжаю в Вену, я думаю... Опять же, сори, жители Вены. Я не был в Вене больше, чем один день. И этот день всегда мне говорил, what the fuck? Какая жуткая помпезность и какая страшная тоска. А, в этом смысле, да. Но я, к сожалению, тоже мне про Вену нечего сказать, но очевидно, что в этом списке все города, в которых очень дорого. А, ты про цены не говоришь? Может быть, Вена только выделяется, но Копенгаген жутко дорогой город. Сейчас был на одном мероприятии в Амстердаме, и приехал коллега из Дании, и он ходит по Амстердаму и говорит, как дешево, как дешево. Амстердам, ну реально, дорогой город. Ну, слушай, я тут провел несколько недель в Италии и думал, как дешево, как дешево. Я сейчас приехал в Берлин, думаю, что-то дороговато. Но если приехать из Берлина в практически половину других мест в Западной Европе, думаешь, как в Берлине дешево. Это, конечно, все сравнимо. Но я был в этом году, как ты знаешь, в городе Цюрихе два дня, или тоже день, не помню. И я офигел. Я офигел не только о ценах. Он у меня произвел какое-то действительно мощнейшее впечатление тем, насколько там каждая деталика продумана. То есть я ходил, и я понимаю, что если вот приятно, интересно смотреть на детали, то ты просто кайфуешь так, как и не знаю нигде. Какие-то качества, не знаю, сидений деревянных, проезжающих мимо трамваи, качество приложенной какой-нибудь плиточки, качество металла на доме. Ты все время сталкиваешься с каким-то наружным дизайном пространства. Ну и это должно быть дико дорого, помимо всего прочего. Но опять же, когда ты смотришь на это, но я понимаю, что я вот по этому рейтингу выбирать, в каком городе мира я хотел бы жить, я не могу, потому что радость города не заключается только в том, что в нем было мега комфортно. Вот именно комфортно в смысле того, что я сейчас описываю. Мне вообще кажется, что город это все-таки, извините за это выражение, некоторый половильный котел. И вот эта часть города важная, когда там происходит некоторое безумство, мне кажется, важно. Это ты уже, мне кажется, Берлин начал защищать подспудно. Ну, я могу и надспудно защитить. Так, слушай, а я сделал же какой-то список вещей, которые мне кажутся важным для города, как и моих личных ощущений. Поливанов сделал список пяти вещей, которые для него самые главные, по которым он оценивает, насколько ему хорошо жить в городе. Вот он сейчас про них будет говорить, ну, а я что буду делать? А я буду его... Критиковать, естественно. Да, потому что список, мне кажется, окей, но просто почему бы не покритиковать друга? Хорошо. Как вы думаете, как быстро появится в этом списке слово падл? Я знаю, где. Ну, только они... Я сказал, как вы думаете, мы не новые. Хорошо. Понятность места и местных жителей, насколько я вписываюсь в контекст, насколько они безопасны и так далее. Вот про это хочу немножко расширить. Это не про безопасность в смысле, я не знаю, в этом городе убийство на тысячу человек столько-то, а в этом городе убийство столько-то, и поэтому один город безопаснее или опаснее другого. Это про внутреннее ощущение, ведь ощущение безопасности у нас складывается не из каких-то логических вещей, а просто на улицу выходишь и думаешь, ага, здесь мне комфортно, или ага, мне здесь некомфортно. И в этом смысле, например, Стамбул очень классный город, и хотелось бы его как-то лучше понимать и в нём когда-нибудь находиться. Но когда ты выходишь на улицу, я ощущаю, что я не дома и не уверен, что когда-нибудь могу почувствовать себя в Стамбуле дома. Мне некомфортно, я что-то не понимаю. И на самом деле из этих же соображений моё любопытство географическое сильно дальше Европы не распространяю. Я никогда далеко куда-нибудь не уезжал. И типа, а давай поедем в Таиланд, а давай поедем в Индонезию, а давай поедем, я не знаю, в Дубай. У меня вообще не хочется туда именно из соображений того, что я там не свой. У меня там нет ощущения своего. А вот в широком европейском мире, от, я не знаю, Генуи до Стокгольма, я выхожу на улицу и думаю, мне здесь понятно, я здесь свой. Что это значит? По каким критериям ты определяешь, что ты здесь свой? Может быть, это связано с архитектурой, например. Я типа смотрю по странам и понимаю это условно. 17-й век, это 20-й век. Я понимаю, как с этой архитектурой мне взаимодействовать. И люди, я тоже понимаю, чего как бы от них ждать. Если я спрошу дорогу у человека или какой-то заведу маленький разговор, то у меня будет все понятно, как этот разговор может, куда он может пойти. Правда, был у меня тут случай в Париже. Я попросил в магазине Relay. Можно ли купить там билетик на метро? И продавец мне сказал, что он дает справки только за деньги, потому что вы все приехали из Америки. А в Америке так. В Америке все за деньги. И я несколько опешил и поспешил убежать из этого магазина. Это, конечно, интересно, потому что я это очень сильно разделяю, потому что есть вещи, не знаю, для жизни, города, есть места для путешествий. И хочется это как-то распределить, какую-то классификацию сделать, потому что действительно есть места, и у них у меня есть радость совершенно от разных вещей. Именно вот по этому критерию все понятно. Есть критерия, по названию, все непонятно. Туда очень классно проезжать. Вот если туда проезжаешь, и все вообще непонятно, и это не Европа, да, то есть как бы это не... Вот когда у тебя все вроде как-то привык, но все не работает, это не классно. А вот если ты приехал, и все вообще по-другому, и такой, ааа, вау, безумие, то это уже просто начинается кино, и у тебя так бы задача приключенческая в этом разобраться и все равно почувствовать себя в этом как рыба в воде. Но это история про путешествия, конечно. А есть история приехать в родное место, то, во-первых, все-таки, конечно, поскольку дома изначально это Москва, то вообще, чем ближе к ней, тем понятней. Ну, интересно, понять ли тебе Калуга-Берлина. Ну, конечно, понятней. Ну, в смысле, про Калугу сложно сказать, но все равно, чем ближе, тем больше есть вещей, которые... Они могут в плохую сторону сработать. Это не важно. Но тем больше вещей, которые... Знаешь, когда ведешь подкаст, лучше быстрее вспоминать слова. Но я имел в виду слово бессознательное. Тебе не нужно про это думать. Оно у тебя... Включаются какие-то вещи абсолютно бессознательные. В частности, язык, разумеется. К сожалению, этих стран сейчас стало мало, куда я могу приехать. Критически мало, потому что либо в них просто нельзя приехать, либо в них не стоит приезжать. Но когда в них приезжаешь, ну, даже та же самая Рига, ну, или Тбилиси, то столько всего, как бы, понятного, знакомого там происходит. И это вещь, которая, на мой взгляд, является прямым следствием просто количества прожитого времени где-то. То есть это просто опыт. А опыт – это то, что тебе не нужно каждый раз, типа, совершать операцию в мозгу, под названием «А что это значит?». И очевидно, что когда ты переезжаешь, то переезжая в место более близкое по каким-то вот этим бессознательным вещам, тем быстрее ты этот опыт накопишь. Но я тебе хочу сказать, что это не только связано с накопленным опытом жизни, но, я не знаю, с количеством прочитанных книжек или просмотренных фильмов. Я думаю, что это тоже часть опыта важная. И мне важно место, где я оказался, как-то нанести на мои представления о истории этого места. Ага, ну вот здесь у них была, значит, реформация, вот здесь было понятно, здесь золотой век пришелся на 18-й, а тут было затухание. И мне после того, как я совершил эту операцию мысленную, типа, что я знаю про это место, мне гораздо спокойнее в нем. Интересно. Ты очень похож на моих родителей. Мне это абсолютно не важно. Да-да, это, я думаю, что немножко из советской школы. Слушай, ну вообще это интересная вещь, потому что меня это, на самом деле, немножко триггерит, и потому что я вот эту вот европейско-центричность, которую я, в частности, да, и с родителями своими обсуждал, потому что я с ними сейчас путешествовал, что, с одной стороны, это дает много знаний, но, с другой стороны, у меня ощущение, что это дает какое-то количество несвободы. Несвободы? Это не обязательно следует одной из другого, но просто вот в этой логике, действительно, пока вот ты не понимаешь, где тут что было, тебе как-то не очень комфортно, это интересно. Мне к тому роду получается, что тебе нужен какой-то набор знаний про место, понимание, иначе тебе в нем некомфортно. Возможно, для меня очень важная вещь – это мимикрировать под среду, и мне хочется, чтобы я шел по улице, и на меня не показывали пальцем и не говорили «Ага, турист идет». А, это я понимаю, да. Я знаю ровно одно место в мире, ну ладно, конечно, не одно, но место, где было абсолютно бессмысленно пытаться мимикрировать по среду. Это путешествие по Уганде? Да, экваториальная Атфрика. Да-да-да, вот как только я отличаюсь или чувствую, что отличаюсь, это тоже очень внутренняя вещь, то мне менее комфортно, а как только я могу мимикрировать под среднестатистического жителя этого места, мне гораздо приятнее. Да, но когда ты идешь по экваториальной Африке или едешь, ты как бы являешься открытым документом, и с этим нельзя сделать абсолютно ничего. И это довольно интересное ощущение, потому что там это твой пропуск везде, через КПП, которых много, и это твоя гарантия безопасности, в частности. То есть, как бы это дает тебе мега-огромное количество привилегий. На тебя сразу все смотрят, как бы на человека неприкасаемого. Просто цвет кожи, все. И, конечно, интересно в этом смысле и страшно представить себе, когда у тебя этот цвет кожи есть, только он другой, черный, и это дает тебе все обратные антипривилегии. Да, обратные. И ты ничего не можешь этим сделать. Представить реально страшно. Другое дело, что... Ну, вот я тебе хочу сказать, просто я приезжаю в Ригу, мне кажется, что-то все слишком понятно. Я смотрю это с точки зрения миграции. Есть места, куда сейчас люди переезжают, в которых в смысле комфорта шага, это гораздо комфортнее. Но в смысле полноценности шага, ну, если учитывать, что жизнь длинная и что-то будет дальше, мне эти места кажутся недорешением. И где я это чувствовал? Именно в тех местах, где мне суперкомфортно и понятно. Или почти комфортно и понятно. Рига, Тбилиси, Белград. Но Белград таким стал просто, наверное, из-за критической массы людей. Там все, в общем-то, по-другому. Но тем не менее. Ереван. И для меня это излишняя понятность. Потому что у меня ощущение, что я как бы сделал полшага из места, где я живу. Но я же уже его сделал. Ну, тогда надо делать целый шаг. Потому что таким образом я вроде как зависаю. И я живу призраками прошлого, которые, да, делают более комфортным мое состояние сейчас, но не решают проблемы в будущем. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мне кажется, у части людей так, у меня не так. Это интересно. Но хочется сформулировать это как какой-то принцип для тебя комфортно жить в городе, который все-таки не такой, как твой предыдущий опыт. Или там не город из постсоветского пространства. Можно так это назвать. Скажем так, в некотором роде ты хочешь найти некоторый баланс. Я хочу чувствовать себя своим в этом месте. Вот я, например, сижу в Берлине, смотрю на дома и думаю, эти дома прямо как доходные дома в Москве. Я люблю эти дома. Они другие на самом деле. Но все равно в них есть что-то, что я люблю в этом. С одной стороны. А с другой стороны совсем другое. Вот когда я смотрю на доходные дома в Риге, мне кажется, что это практически тот же шаг, только еще и люди уехали. Ты буквально повторяешь определение Гаспарова о том, какие стихи нам нравятся. Как оно? Ну, что мы должны узнавать что-то в них, но при этом оно должно быть что-нибудь новое, потому что если ничего нового в них нет, то ощущение эпигонства. Да. Это как в компьютерной игре. Это первый уровень. Ощущение, что получается, но ты знаешь, что уровень босса очень нескоро. Здесь в нашем выпуске небольшая пауза, потому что мы хотим рассказать про курс от Либо-Либо, который стартует 8 ноября о том, как делать подкасты. Я чуть-чуть про него знаю, потому что я на прошлом курсе читал лекцию, и было очень приятно посмотреть на людей, которые пришли на курс и тоже хотят делать подкасты. Приходите. С 8 ноября курс длится 5 недель. Это последний курс в этом году, поэтому хороший шанс успеть. Следующий будет только в 2025 году. Это курс, который состоит из многих-многих лекций про создание своего подкаста. Монтаж, монетизация, редактура, гости и не только лекции, но и всякие практические штуки. Короче, для тех, кто задумывается о том, чтобы болтать в микрофон, это, мне кажется, самое хорошее место. Там есть три тарифа. Подешевле, подороже и еще подороже. Все подробности в описании нашего выпуска. Смотрите внимательно, переходите по ссылке и встретимся там, потому что, может быть, я тоже что-нибудь прочитаю и в том следующем курсе. Я предлагаю здесь сделать следующий абзац и пойти ко второму пункту, потому что у меня их в списке 5, и надо как-то двигаться дальше. Давай. Простота инфраструктуры, в скобках, скорость интернета, как заказать еду, вызвать сантехника, купить что-нибудь и так далее. Это важная вещь. И я понял, что я так привык, например, к высокой скорости интернета в Риге везде, что я просто не понимаю, как может быть по-другому. И когда я приезжаю в Берлин, где где-нибудь плохой интернет, или в Италии, где не ловят связь, это реально очень сильно сказывается на уровне моей какой-то нервозности, на психологическом состоянии, на качестве. Мне нужно, чтобы какие-то вещи были хорошо настроены, чтобы я был всегда на связи. Какие-то вот такие вещи, инфраструктурные, чтобы рядом был магазин большой, и в нём можно было купить продукты всегда, а не, я не знаю, только понедельник, среда, пятница. Что-то вот такое. Дело в том, что я сейчас три недели побыл в Италии, и я только под последние дни адаптировался к сиесте. Когда ты путешествуешь, ты всегда же хочешь днём поесть. Да, и никогда нельзя этого сделать. Едим хорошо утром, где-то в 12, хорошо обедаем, и вечером хорошо ужинаем. Между этим наблюдаем красоту. Я тебя понимаю, я на самом деле иногда с ужасом слушаю истории про Германию, про то, как человек, не знаю, несколько месяцев бодался с тем, чтобы получить контракт на мобильную связь или интернет дома. Во-во-во-во, от этого мне становится очень грустно. Да, и для меня, я вот переезжаю, я первое, что делаю, собираю все документы, чтобы это получилось. И думаю, я потрачусь, сделаю самый дорогой интернет-тариф самым быстрым интернетом, потому что это прям мощнейшая часть качества жизни. И ещё я боюсь того, что, знаешь, вот это будет кончиться гигабайты. О, да. Вот для меня много лет подряд вот это. Европейцы, да, как-то живут. Переключиться на Wi-Fi, экономить гигабайт. Вот для меня это супер важная штука, это должно быть unbegrance, безлимитная. Вот, и я выбрал тариф, значит, это очень дорого стоит здесь, но я нашёл, значит, схему, что у тебя есть контракт, который ты добавляешь людей, и это становится сильно дешевле. Дешевле, в смысле, на человека дешевле. Ну, на человека, да. И по поводу транспорта, для меня это мега важно, иметь возможность в любой момент добраться из точки А в точку Б. Поэтому для меня свершеннейшим радикальным улучшением качества вообще жизни в городах, неважно, турист или нетурист, это три вещи. Самокаты, каршеринговые машины и каршеринговые мопеды. Вот когда появились каршеринговые мопеды, слушай, я в Риме взял каршеринговый мопед, поехал, и я думаю, вау. Другой город немножко, да? Я наконец-то вижу город с той точки, с которой я хочу видеть город. Я был сейчас в двух городах, в которых в одном городе в Париже были самокаты, и их запретили, и их больше нету, электросамокаты городские. А в Амстердаме они, кажется, так и не наступили, и их даже не допустили. Видимо, потому что это разрушит какую-то велосипедную культуру, или все будет непонятно. И для меня это удивительная история про то, как мне кажется, что самокат – это безусловное благо для города. Можно посмотреть на город по-другому, и он сужается, и становится каким-то более компактным всегда. А вот в двух больших европейских городах, которые я вообще-то сильно люблю и уважаю, просто решили, что самокатам не место в городе. Третий пункт – цены и в целом доступность. Вот я сейчас походил три дня по Амстердаму. Очень красиво, очень классный город. Видимо, довольно сложный. Интересно в нем пожить, интересно его применить на себя. Но когда ты слышишь любого человека, который там живет и рассказывает о том, сколько стоит его аренда жилья и сколько он тратит на транспорт, сразу жить там хочется гораздо меньше. Или просто это какая-то черта, типа, ну окей, я не могу себе этого позволить. Поэтому что думать об этом? Буду приезжать в Амстердам как турист? По поводу цен, безусловно. Для меня таким городом является Нью-Йорк. Когда я понимаю, что цены – это что-то, что поменяет мою жизнь в других ее частях настолько, что мне становится страшно. С одной стороны. А с другой стороны, я отыскал про Амстердам, и я понял, что с Амстердамом у меня вообще сложные отношения, потому что я очень люблю Голландию. Голландия у нас была от каких-то выпусков. Голландия для меня – это страна детства. Я оттуда попал первый раз в пять лет в 93-м году, в 5-6. И для меня это какая-то сказка. А Амстердам особенный, он очень необычно выглядит. Это очень красиво. Я смотрю на эти дома. И при этом, и вот сравниваю доходные два Берлина, и понимаю, что они как бы мои родные. А когда я вижу этот Амстердам и эти лесенки, на которых надо подниматься, я понимаю, что это какая-то совсем другая жизнь. А вторая вещь, которая мне очень важна для города, в котором я живу, – это туризм. Вот я жил в городе Москва, где центр города выколот. Есть Кремль в центре, который является центром города, но это дырка. В нее не попадешь. А если попадешь, то не попадешь. Зачем? А если понятно, зачем, то к тебе есть некоторые вопросики. Ну, короче, нет, это отдельная история. Не будем сейчас говорить про Кремль. И это одна вещь. Но при этом Москва там не супертуристический город. А есть города, которые являются типа «вэ» туристическими городами. Рим, Амстердам, Париж, Барселона. Не Берлин. Не Берлин. Потому что Берлин, он как бы, ну что, город расхераченный, ну что, там на Бранденбургские ворота смотреть, на Чекпоинт-Чарли смотреть. Но есть люди, которые это сделают. Но это совсем не такого уровня уже. Это как бы сразу второй, а то и третий уровень важности городов, который надо посмотреть. А есть еще кошмар, типа, когда маленькие города попадают в этот список, да? Город-чудо. Пиза. Да, город-чудо. Жесть, все, конец городу пришел полный. Эти города вообще не рассматриваю никак. Но большие города от этого страдают. Я сейчас был в Риме. Я был там в воскресенье. Матерь Божья. Что происходит около Колизея? Что происходит около фонтана Треви? Это не город, понимаешь? Это не то, что для меня является городом. Это что-то совершенно отдельное. Но подожди. Если ты рассматриваешь Рим как город для жизни, ты же не будешь селиться у Колизея, в смысле. Это надо обладать некоторой... Я говорю в том, что в городе есть большие, важные и довольно классные куски, которые для тебя являются выколотыми. Вот мне нравится, когда выколотых кусков нету. Я люблю, когда в городе перемешаны все, и когда жизнь, и когда что-то. Но мне очень душно от массового туризма. Сейчас не буду как бы теоретизировать на этот счет, но мне просто душно. Мне нехорошо от него. И когда я его не вижу, мне как раз-то лучше. Принимается. В смысле, город, где много туристов, там чуть менее комфортно. Не менее комфортно, да. И это касается передвижения. Это, к частности, касается передвижения. Перегружить все. Аэропортов, транспорта, ресторанов, улиц, музеев и так далее. Согласен. Согласен. Мы так согласны друг с другом сегодня. Хорошо. Держимся дальше. Подожди. Про цены все, что мы хотели. А что про цены? Самое главное про цены – цены на жилье. Нет ничего важнее цены на жилье. Есть еще важная вещь под названием цены, которая не совсем туда, но раз уж про туризм поговорили, то мне очень важно, насколько легко из города уехать. А у меня был такой пункт, и я его стер, потому что он, наверное, не в топ-5 входит. Ну да, возможность из города уехать – суперважная вещь. Но важно еще и возможность сменить обстановку. В Риге суперклассная в этом смысле, что типа через 20-30 минут ты можешь оказаться на море, если тебе это нужно или если тебе это захочется. Не самая разнообразная природа в Латвии, но зато есть море. Это море и сосновый лес, а море и сосновый лес – это топ of the top. Да-да, я понимаю, я понимаю. И возможность очень скоро оказаться в таком месте – это вообще-то очень большое благо. И в этом смысле Риге довольно сильно повезло, во-первых, и с морем, и с сосновым лесом, и в целом маленький комфортный аэропорт, из которого можно улететь хоть завтра в 20-30 приятных мест. Понимание, что я в любой момент могу отсюда выскочить в самые разные места – это круто. И это очень важно, вот это ощущение свободы. Ну и на самом деле про цены и доступность – это как бы тоже туда, это как бы ощущение некоторой клаустрофобии. Потому что ты понимаешь, не знаю, переезжаешь ты, не знаю, в какой-то город, где жилье стоит два раза дороже, и даже если ты можешь потенциально себе позволить, это ограничивает твои возможности во всем остальном. Мне немножко странно оказаться в городе, где как бы вроде все есть, но все это мне недоступно. Вынужденно недоступно. Не потому что, не знаю, у меня времени не хватает или чего-то, да, когда я могу что-то помнить. Это просто недоступно мне по определению. И это некоторая клаустрофобия, да, это все же вопрос размера пространства. И пространство твоего, да, то есть первое, что мы говорили, это понятность этого пространства. Вторая вещь – это инфраструктура, которая пространство обеспечивает. А третья вещь – это вообще возможность воспользоваться этим пространством. Ну, сделать его своим. Ну да, сделать его своим. Куда-то сходить, куда-то поехать. И дальше как бы важнейшая вещь – это социальные возможности этого пространства. А именно твой четвёртый пункт, который называется комфорт для семьи, а это значит и круг друзей, который может прийти в гости. Конечно же, это суперважно. Вот это, кстати, совершенно точно не учитывается в всяких рейтингах. Но это невозможно учесть в рейтинге, я думаю. Да-да-да, но это суперважно. Если ты живёшь в городе, где люди могут прийти к тебе в гости, это супербольшой бонус. По разным причинам. Возможно, они просто не живут в этом городе и не приходят к тебе в гости. А возможно, город так устроен, что ехать до тебя долго, и они никогда не придут к тебе в гости. Или у тебя квартира такая, в которую не хочется приходить, или невозможно приходить. Самая главная тяжёлая вещь про переезде – это уменьшение социального круга. И вот эту вещь, конечно, тоже можно померить, потому что я уверен, что мы тысячи раз это обсуждали, но просто я представляю свою жизнь в Москве. И Москва – это сколько у меня потенциальных тёплых социальных контактов. Тёплых – это значит, что если я напишу, мне не надо представляться, и мы можем что-то сделать вместе. Тысячи. Много тысяч человек. При переезде это в какой-то момент реально могут быть единицы. Ну, десятки. Но они превращаются в сотни после очень большого количества разной работы. А дальше, наверное, можно считать контактов второго уровня, как в LinkedIn, условно. То есть у меня в Москве тысячи контактов, у которых тысячи контактов, а здесь могут быть десятки контактов, у которых десятки контактов. И тут уже начинается уровень связности настолько ниже. О, уровень связности. Хороший термин. Я по-прежнему это чувствую, когда мне нужно сделать что-то там, связанное с Россией, в Москве. А это уже гораздо хуже, чем было там раньше. Но уровень доступности для меня каких-то вещей и решения проблемы, лёгкости и ощущения, что я могу это сделать, это настолько несравнимо. И это, на мой взгляд, важнейшая вещь в качестве жизни, которую ни один рейтинг никогда не померяет, но который на самом деле определяющий, на мой взгляд, потому что он влияет на всё остальное. Он влияет на понятность, он влияет на качество инфраструктуры, потому что ты больше разбираешься, как это всё сделать. Он влияет на цены и доступность, потому что ты гораздо совершенно по-другому находишь что-то. Я просто вижу в Берлине, что мы там обсуждаем цены на квартиры, сколько это стоит. Но немцы снимают совершенно за другие деньги квартиры, потому что они находятся через друзей, и разница может быть в два раза. Легко. И поэтому вот эта вот связность, и почему так сложно, и так не хочется уезжать из своего места, это на самом деле главная определяющая вещь, потому что связи и этот нетворк влияют на все остальные показатели, буквально цифровым образом влияют на все эти показатели. И очень важно, вот это, как я сейчас сформулировал, я всегда думал про то, что важно, сколько у тебя контактов, но ещё очень важно, сколько контактов у тех контактов, которые у тебя есть. Переезжай в Ригу. В смысле, здесь много контактов. Вот такие вещи, сделать что-то через друзей, тут тоже очень сильно развито. Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Подкаст, который вы слушаете, это подкаст, сделанный нашей командой. Возможно, вы уже знаете, что у нас есть подписка «Либо-либо плюс». Наши подписчики могут слушать бонусные выпуски, получать ранний доступ к премьерам и слушать подкаст «Студия» о том, как устроена наша работа. Теперь оформить подписку можно на Бусти и на Патреоне. И, как и раньше, в Телеграме и в приложении Apple Подкасты. Выбирайте, что вам удобнее. Подписка – лучший способ нас поддержать. Но зачем? У вас ведь есть реклама, скажете вы. Да, мы очень благодарны нашим партнёрам, но тут такое дело. Реклама чаще всего продаётся в безопасные и нейтральные проекты. Трудно найти рекламодателей для расследований, подкастов о насилии и неравенстве. Чтобы мы могли продолжать делать то, что делаем, нам нужны независимость и вы. Спасибо, что вы с нами. Так, хорошо. Давай двигаться к концу. А именно к пятому пункту. Возможность заниматься тем, что я люблю. Падл. Играть в падл, ходить на футбол, играть в покер, гулять с алкоголем без осуждения со стороны города. Но вот без осуждения со стороны города – это я в каком-то романтическом настроении написал. Но на самом деле это, наверное, отчасти про доступность, а отчасти про то, что в городе всё, что мне нужно, есть. Есть падальные корты, есть футбольные поля, есть казино, есть парки, есть чайные, в которых я люблю сидеть и играть в шахматы. Короче, в городе есть всё, что мне нужно, и оно достаточно доступно. В Риге суперклассно то, что нигде нет очередей. И я знаю, сейчас какой-то бум увлечения падалом в разных странах, и в Берлине мне кто-то говорил, что надо за три недели заказывать корт, потому что всё занято. В Риге не так. Это преимущество. В Риге не нужно сильно думать о том, переполненный ресторан, в который ты пойдёшь, и нужно ли его заказать. Я почему-то не люблю заказывать, вот типа заранее бронировать места в ресторане. У меня есть пунктик. Я не люблю это делать. Не понимаю, просто этих ресторанов не очень много, к сожалению, в Риге есть. Ты знаешь, а мне... Тебе не нужно бронировать, там обратная проблема. Тебе нужно как можно скорее в него сходить, потому что он потом закроется. Ну, не преувеличивай тоже. Ну, есть такое, да. Я не преувеличиваю. Рестораны закрываются некоторые. Ну, некоторые открываются. Нет, ну, короче говоря... Там в구나 жизнь, да. Ну, люди умирают, но некоторые рождаются. Согласен, есть такая проблема. Но хорошо, что обратной проблемы нет. Нет, нет, слушай, действительно, в Риге есть такое довольно необычное место, в этом смысле, что это большой город, в котором живет мало людей. Ну, то есть, этот город недонаселен. Ну, в смысле, в этом городе раньше жило больше людей. А все в два раза, да. Ну, нет, не в два раза. На треть, конечно. 900 тысяч было, а сейчас 650. И в нем все... То, что есть, очень доступно. Настолько доступно, что оно, скорее всего, закроется. Это приятно приехать, но для меня это жуткая кластрофобия. Я не могу, я не могу. Для меня это какая-то просто... Если выбирать из недозагруженности в какую-то перегруженность, конечно, есть какие-то лимиты, но мне просто не хватает жизни. Я пересказываю своим друзьям и знакомым из других мест то, как выходишь на улицу в Риге, там, не знаю, в воскресенье, идешь, не знаю, 15 минут, встречаешь знакомого, с которым ты в целом... Как бы у тебя хорошие с ним отношения, но очень далекие, ты не переписываешься с ним каждый день. Встречаешь его, болтаешь на перекрестке, может, вы зайдете пиво выпить, а может, пойдете там, не знаю, в кофейню или что-то такое. Потом сидишь там, подходит какой-то другой, ты с ним начинаешь... И так может весь день пройти. И половина людей, которые мне рассказывают, говорят, вау, вот это круто, вот это как бы классно. Какой классный город, какой нетворкинг и так далее. А другие говорят, господи, какой ужас, нельзя нигде остаться одному. Это же так плохо, хочется иногда быть так, чтобы тебя никто не видел, ты никого не встретил. Короче, бывает и так, и так. Мне явно комфортнее жить в городе, где я на перекрестке могу встретить знакомого, и где я вглядываюсь в людей, кто там идет, и, скорее всего, узнаю у кого-то человека за супермаленькую по времени прогулку. Мне комфортно, я вот это ощущаю своим городом. И то, что в городе начинает появляться очень быстро. Свой домашний бар, свой домашний падал-клуб, свой домашний чайная, свой домашний что-нибудь еще. Супер! Это качество города, которое мне нравится. Но представляю, что может быть и не так. Но все равно я соскучился. Приезжай к нам. Ребята, спасибо вам большое. До встречи через неделю. Мы обсудим чего-нибудь еще не менее душесчипательное. Мы делаем подкаст со студии Либо-Либо. Звукорежиссер Ильдар Фатахов, редакторка Жанна Алфимова, продюсерки Лили Чеснова и Лика Кремер. Вы герои, а мы микрофоны на ножках. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова